Итак, здравствуйте дорогие друзья, сегодня у нас понедельник, 5 августа и давайте с вами посмотрим на графики евро и фунта. Видим, что новости, которые вышли по числу занятых вне сельскохозяйственного сектора Соединенных Штатов Америки и данные по уровню безработицы в США оказались хуже прогнозов экономистов, безработица в США даже немного выросла. Это привело к дальнейшему укреплению европейской валюты и ослаблению американского доллара против евро и фунта. Пока мы видим, что евро подбирается к уровню сопротивления 11.52, скорее всего сегодня будет здесь остановка и ближайшая цель покупателей европейской валюты, поэтому формирование ложного пробоя на 11.52 будет сигналом к продажам. В случае возврата европейской валюты в первую половину дня под уровень поддержки 11.13 можно посмотреть короткие позиции с целью нисходящей коррекции опять же в район 10.79, но это при условии ряда фундаментальных данных. Выходят у нас сегодня индексы для сферы услуг Италии, Испании, Германии, а также еврозоны. Композитный индекс PMI у нас публикуется и во второй половине дня выходят у нас аналогичные данные, особенно индекс ISM для непроизводственной сферы США. И эти данные, конечно, будут влиять сегодня на дальнейшее направление европейской валюты. Поэтому в случае слабых данных по еврозоне вполне вероятен возврат пары на 11.13, формирование сложного пробоя, дальнейший сигнал к покупкам, либо, как я отмечал, открывать длинные позиции на сколько от поддержки 10.79. В случае роста хороших данных по сфере услуг, а сфера услуг в целом по еврозоне и Германии отличается хорошими показателями, можно ожидать возврата на 11.52 и затем уже закрепление выше этого уровня во второй половине дня и продолжение роста на 11.86. Что касается британского фунта, здесь не все так здорово. Боятся пока трейдеры входить в британский фунт, учитывая текущую ситуацию с Brexit и недавние заявления Банка Англии по процентным ставкам. Поэтому лишь закрепление на 21.62, выше этого уровня, пытаемся ему пробиться уже несколько дней, приведет к дальнейшему укреплению фунта на 22.40, где рекомендую открывать короткие позиции сразу на сколько. В случае формирования очередного ложного пробоя, либо пока мы находимся ниже 21.62, скорее всего давление на фунт будет сохраняться, а основной целью будет середина канала, точнее первой целью продавтов 21.20, промежуточный уровень. Но основной целью выступит, конечно, нижняя граница 20.83. На мой взгляд, ее повторный тест приведет к дальнейшей распродаже фунта уже дальше на такие уровни, как 20.40 и 19.85. Но еще раз обращу внимание, в случае слабых данных по американской экономике во второй половине дня закрепление выше 21.62 приведет к восходящей коррекции на 22.40, откуда рекомендую продавать фунт сразу на сколько. Продолжение следует...